А это собачки. Пошел, главное, четыре раза переходил дорогу, проспект, такое движение, и они нигде не нарушили. Стоят, сидят, ждут. Ну, поторопились на последнем уже этапе, когда дом стало видно, тут один перебежал, не дожидаясь. Заходил в три организации. Долго там был, выйду, они в сторонке, людям не мешают, сидят. Вот что значит собака вольная, когда не на цепи. Почему и в вольерах, и держат этих собак, которых учат чему-то. Видите, три собачки, вот это черный, серый, это отец, вот это рядом сидит мать, а это их кобелишка, мальчишка, как сказать, по-русски-то, как бы, их отпрыск. И люди идут и глядят. Около меня такая охрана, они никуда. Я только через дорогу перейду где-то, если я рядом. Они мгновенно уже сидят рядом, бегут вроде бы куда-то в сторону вмещаться, ничего подобного. Пошел я как-то в место ФСБ. Они за мной увязались, а там предварительно большая ограда. Они около калитки сели, я выглянул оттуда. Сидят, люди подходят, опасаются, я уже и не рад, что они меня сопровождают. Но ничего не сделаешь, никто их не тронул. Ну, когда все закончилось, там я вышел. И вот сейчас они зашли со мной в там сарай, где я мясо рублю им. Все крошки подобрали и ушли. Вот они сидят. Верность собаке, не знаю, с чем можно сравнить. Вот по развитию, по интеллекту, ну, можно только с лошадью сравнить. Я-то мало лошадями занимал, лошадьми. Ну, умная очень скотинка-то. Ну, говорят, на море это дельфины умные, там еще какие-то зверюшки плавущие, птицы. И списть, какая самая умная, я не знаю. Почему-то говорят, курица не птица, а кто-то не человек. Конечно, это неправильно, птицы, да и при том самое, может, полезное. Почти больше 300 дней яйца несет. Вот. А это сидят. Вот они. Пошли. Это пример. Я много лет занимался собаками в уголовном розыске. И на экзамене моя собака лучший показатель был у ней. Это не просто так. А так тоже такой. Это Володина Рапенкин. Что-то принес ей. Вот я и не знал бы, что он пришел. Это вот дядя, как сказать, деда Гликирии, которая у нас была. Вот сейчас он зовет Надежда Васильевна, должна выйти. Вот отвечает ей через дверь, просчитал молитву. Ну, вот теперь она его встречает. Работяга любую работу делать может. И фотограф, и просфор, и пек много лет в алтаре прислуживал. Кочегаром работал, сапожником. Ну, то есть, куда ни поверни, он проживет сам. Хорошую пенсию получает. Ну, правда, пенсии не хватает. Внучатка все у них там как-то забирает. Ну, вот такое дело. Все. А, так вот она еще одна собачка здесь крутится. Это у меня на зиму оставляет машина. Несколько машин стоит. Удивительная история вот этой усадьбы. В центре города, 13 соток, огражденная. Все сделано. И вот в этом здании, там 6, а это 6А. Это когда я выиграл процесс по конфискации у меня. Освободился, реабилитирован был и судился 11 лет. И вот выиграл процесс. Ну, выиграл-то как? Не целиком, одну двухсотую часть. Но у них и этого нечем было рассчитываться. Общий счет предъявленный был 11 миллиардов. Не додиминированы те деньги были. И вот Господь благословил здесь жить. Вот эти зеленые двери. Здесь у меня надежда живет. Приходят люди. Вот вчера только она опять нагрузилась. И в ангелями, и в школу. Она учительница начальных классов. Это просто замечательно. Сегодня у нас канун Благовещения Божьей Матери. 6 апреля 1917 года. Вот так. А там здание, вон, конец всего, видать, небольшое. Это мы молимся. Там храм, под храм отведен алтарь встроенный. Во славу Божию! Так, спасибо. Спасибо. Продолжение следует...